Зарайск продолжает вдыхать новую жизнь в историческую часть города. Для удобства гостей городского округа и его жителей на улице Красноармейской, бывшей Екатериненской, 20 октября, открыли туристский информационный центр, который вошел в систему туристических информационных центров Подмосковья и стал в 41-м в области. Знаменательно то, что к этой улице еще раз привлекли внимание, и то, что сделали в прошлом году, я думаю, что мы продолжаем, даже уверен, что мы будем продолжать и дальше, и продолжаем в этом. Помимо Красноармейской, еще и Карла Маркса делает свою жизнь. Турист должен получить информацию, информацию правдивую, информацию о том, что есть в Зарайске, возможно, может быть, что будет в Зарайске. Поэтому, конечно, вот эти туристские информационные центры, именно информационные, они очень важны. Здорово, что чайный домик стал уже не первым, а вторым туристским информационным центром Подмосковья в Зарайске. Первый находится у нас в Кремле. Сегодня здесь в Подмосковье в чайном домике становится уже 41-м туристко-информационным центром, который открывается по этой программе, активно поддержанной Министерством культуры Московской области. Нужно сказать, что здесь предоставляется информация не только для туристов и гостей города, где они, конечно, могут получить и бесплатные карты туристические, и самую актуальную информацию о всех объектах, которые здесь находятся в нашем городе. Также специалисты помогут составить программу пребывания для туристов и гостей. Но и для жителей города здесь тоже будет много всего интересного. Развитие, расширение системы и сети туристко-информационных центров в Подмосковье продолжается. Действительно, первые туристко-информационные центры были открыты при государственных музеях в Подмосковье. Но гораздо более важно именно то, что птицы открываются как муниципальные учреждения. И необыкновенно замечательно то, что птицы открываются в Зарайске. Что у нас здесь, в исторической части города, для туристов появляется их родной дом. А туристко-информационные центры – это действительно родной дом. То прибежище, куда может прийти каждый турист, получить всю необходимую ему информацию, получить помощь. Мне хочется пожелать туристко-информационному центру Зарайскому, во-первых, долгих-долгих лет жизни, функционирования, креативных идей, новых идей, большого количества посетителей. Надеемся, что открывающиеся туристические объекты станут настоящими помощниками жителям и гостям города, значительно увеличат количество туристических потоков и еще на шаг приблизят реализацию идеи формирования Зарайска как туристического центра Подмосковья. Валерий Маркович, Герман Беляев, студия «Клант» в Зарайской кабельной телевидении.